Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы поговорим о кабачках. Культура, конечно, растет на каждом огороде. Все знают, что эта культура очень полезна калием. А раз полезна калием, значит она укрепляет сердечные мышцы. Поэтому она полезна и для здоровья. А вот кабачков у нас, как бы, сами понимаете, культура очень урожайная. Летом, там, июль, август, еще начало сентябра мы заваливаемся право-напросто кабачками и не знаем, что сделать. А вот уже зимой хочется свежего кабачка. Конечно, можно купить. Приводят зимой кабачки из Испании, приводят их из Италии. Но, понимаете, хочется своего, выращенного на родной земле. А вот как сохранить кабачки до весны, чтобы они хорошо сохранились, давайте мы об этом поговорим. Если у вас растет много-много кабачков, значит для того, чтобы для зимнего хранения мы на одном растении будем оставлять все плоды. Плоды должны быть не зеленого цвета, а уже белого цвета. Они должны быть беленькие-беленькие, должны быть вызревшие, а не вызревают на кусте. Ну, если вы помните с предыдущего сюжета, я рассказывал, что если мы выращиваем кабачки уже до зрелости, значит новые они нарастают. Поэтому сразу отбирайте, чтобы на кусте было где-то 4-5-6 завязей. И тогда все эти завязи вырастут и дадут вам зрелые кабачки. Они дозревают на кусте. Признак созревания кабачка следующий. У нас появляется твердая кора. Если вы так попробуете ногтем продавить, вы ее уже не продавите. Знаете, кабачок уже зрелый. Это первый признак. Потом появляется такая сеточка. На плоде появляется сеточка. Эта сеточка также свидетельствует о зрелости кабачка. Потому что для зимнего хранения подходят только кабачки, хорошо вызревшиеся. Кабачки, которые не вызрели зеленые, они, конечно, будут быстро загнивать. Никаком хранении до весны и речи быть не может. Наши кабачки для зимнего хранения мы будем собирать в сухую погоду. Это тоже очень важно. И вот такой секрет. Для того, чтобы они хорошо хранились, вот эта ложечка должна быть не менее 5 сантиметров. То есть, чем она будет длиннее, тем наши кабачки будут лучше храниться. Не забывайте. Потому что если вы обрезаете кабак, как он сейчас обрезан, коротко, он храниться долго не будет. Длинная ножка, значит, предохраняет кабак от гниения. И он, соответственно, сохраняется лучше. Следующий нюанс, который также необходимо учитывать, если вы кроете кабачки, что надо обзавестись ящиком для хранения кабачков. Ящик лучше взять такой вот пластмассовый, но ящик, как видите, глубокий. Ящик глубокий, вот, почему такой с дырочками, чтобы хорошо ходил воздух. И вот смотрите, а тут вот дальше нюанс, что кабачки сохраняются гораздо лучше, если мы их поставим в ящик вот в таком состоянии. Я продемонстрирую, чтобы вы поняли смысл. В таком вот состоянии наши кабачки, видите, хвостиками кверху, хвостиками кверху, передней частью вниз. Если кабачки поставить так вертикально, как я вам показал, значит, они сохраняются на полтора-два месяца больше, если бы не лежали в каком-то другом положении. Поэтому возьмите, пожалуйста, опыт себе на вооружение. Вертикальное хранение продлевает срок хранения кабачков. Ну и самое главное, дальше, что необходимо делать? Кабачки будут сохраняться, значит, только в том случае, если у нас будет темное помещение, ну, сами понимаете, что темное помещение, как бы желательно для всех овощей, вот, должна быть хорошая вентиляция, то есть вентилируемое помещение, ну и температура в пределах 10-15 градусов тепла. Если кабачки просто опустить в подвал, подвалы у многих холодные, там большая сырость, ваши кабачки могут просто-напросто начать загнивать. Так что учитывайте, понимаете, что это может быть лучше, как кладовка. В какой-то кладовке, как раз, условия есть и вентиляция, есть там и темнота, и есть температура 10-15 градусов тепла. В таком состоянии ваши кабачки прекрасно будут храниться, и вы, по мере необходимости, можете брать, изымать с этого ящика по одному кабачку, использовать пищу, готовить самое-самое разнообразное блюдо. Так что, видите, рецепты очень простые, но эти рецепты, что вам помогут? Помогут сохранить часть урожая ваших кабачков и сохранить ваши деньги, которые пришлось бы тратить на покупку этого продукта, выращенного замором. Так что возьмите это на вооружение, воспользуйтесь, приятного аппетита, подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите нас, До новых встреч, до свидания.